Основано на реальных событиях. Франция, 1831 год. Ваша семья Мартен владеет таверной, и каждый из членов семьи стремится накопить как можно больше денег. Вам приходит в голову грабить своих постояльцев, но сделать вам это мешает совесть. По крайней мере, пока они живы. Поэтому вы решаете убивать гостей. Тем более, любого из них можно подкупить и взять в сообщники. Правда, чем более упрям посетитель, тем больше людей должно его уговаривать. Заручившись поддержкой, вы жестоко расправляетесь со своими жертвами. И чем сильнее постоялец, тем больше соучастников вы привлекаете для убийства. Отлично! Теперь у вас есть труп, но его нельзя оставлять посреди двора. Нужно спрятать тело. Для этой цели вы используете пристройки у вашей таверны. Закопать мертвеца дело нелегкое. И чем он тяжелее, тем больше людей вам помогает. Наконец, вы присваиваете себе деньги несчастного. После нескольких убийств вы замечаете, что все награбленное не лезет в тайник. И тогда обращаетесь к продажному нотариусу, чтобы отмыть деньги. Он выписывает вам чек за каждые 10 франков. Так вы приумножаете свое богатство. Какое-то время вы хорошо справляетесь, но вдруг возникает проблема. Вам не хватает мест для трупов. А, трубочист убитый в прошлом месяце. Ну ладно, зарой вам там под елкой. Там уже лежит продавец сыра. И если так пойдет дальше, незакопанные тела заметит полиция. И вам придется немедленно заплатить штраф и избавиться от улик. Это, конечно, не так страшно, как попасть под гильотину. Но ведь вы хотите копить деньги, а не терять их. И тут вам в голову приходит идея закапывать трупы в пристройки соперников. Да, так вы делите с ними деньги, но еще и сваливаете на них свои проблемы. Вскоре вы начинаете возводить новые пристройки. Насколько трупов они рассчитаны, стольких строителей вы привлекаете. Например, в этой поместилось сразу два тела. Как это ни странно, среди ваших гостей находятся те, кто расположен к тому или иному противоправному действию. Когда вы обращаетесь за помощью к такому гостю, он остается с вами, а не сбегает в ужасе, как остальные. Правда, в конце трудного дня вам приходится заплатить по одному франку каждому соучастнику. Полностью они доверяют только деньгам. Вы продолжаете убивать и грабить постояльцев до тех пор, пока путники не посетят вашу таверну дважды. После этого все члены семьи подсчитывают свое состояние и выявляют самого богатого. Но, как это всегда бывает с убийцами, через некоторое время вас ловят, обвиняют более чем в 50 убийствах, а место преступления называют Красная Таверна.